Коронавирус не отступает. В республике все чаще выявляются случаи заражения ковидом. Да и омикрон стал головной болью для многих жителей республики. Именно поэтому мы решили напомнить о мерах предосторожности, которые уменьшат риски заболеть короной. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, это поддерживать чистоту рук и поверхности. Часто мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах в транспорте. И, конечно, соблюдайте дистанцию. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, если кашляете. Не стоит есть еду из общей упаковки или посуды. Избегайте рукопожатий и поцелуев, пока эпидситуация не стабилизируется. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым прикасаетесь. Это клавиатура, экран смартфона, пульты, дверные ручки. Какие антиковидные меры вы соблюдаете? Так, в местах скопления людей нашу маску, руки периодически обрабатываю. Ну, честно говоря, никакие. Я переболела в прошлом году, в феврале. Ну, после этого, слава тебе, Господи, больше не болею. Ничего не соблюдаю. А почему? Вы знаете, и те, которые соблюдают, умирают, и те, которые не соблюдают, выживают. Поэтому я, честно говоря, не верю в это все. В автобусах, троллейбусах одеваю маску. А как вы считаете, насколько помогают вообще эти меры? Я считаю, помогают отлично. Ну, пусть не на 190, на процентов 90. Ну, вообще, я хожу постоянно в маске, просто сейчас не нашлось ее. И, ну, максимально стараюсь соблюдать полтора метра от людей. Помимо соблюдения мер предосторожности, нужно укреплять и свой иммунитет. Правильно питаться, хорошо спать, исключить вредные привычки, добавить в рацион продукты, богатые минералами, белками и витаминами. Здоровье превыше всего, и пренебрегать им не стоит. Альбина Шаова, Надир Капушев, Архэс, 24.